Паспорт христианина. Доброе утро, друзья. Проверим духовную нашу амуницию, паспорт христианина. Это крестное знамение. Собираюсь в дорогу, даже на билбордах вдоль дороги едешь, собрался в отпуск, не забудь паспорт. Напоминаю, видимо много турков, которые уезжают в отпуск и забывают документы, об этом узнают только в аэропорту. Аэропорт это не шутка, аэропорт это некое земное мытарство. Чтобы тебе в небо полететь, тебе нужно пройти несколько таких барьеров. То есть покажи это, покажи это, ну-ка покажи багаж, ну-ка проверим тебе не должник ли ты, ну-ка покажи документы, ну-ка не обманули ты нас, проверили, все, лети. Примерно так же будет, когда наши души попадут в духовный мир. Ну-ка покажи паспорт, ну-ка кто ты там, ну-ка соответствует ли твое имя написанному в книгах, ну-ка какой там багаж у тебя, что-то с собой нагрузил там с этой земли, сколько грехов набрал, все будет проверено. Так, этого можно, этого нельзя, полицию позвали, полиция прибежала, скрутили, увели на разбирательство. Все очень похоже будет, поэтому паспорт христианина это крестное знамение. К удивлению видишь, что множество крещеных людей не носят крест на себе, стесняются креститься, кстати, мимо церкви проходя, на себя крест не накладывают. Кого-то стесняются, кого? За крест не бьют сегодня, слава богу. Есть места, в которых ты с крестом не выйдешь и возле храма не перекрестишься, да его и не видно этого храма, их там нет, например, где-нибудь там Саудовская Аравия. А у нас нет, у нас все пока легально, все хорошо, в собственном родном доме нельзя стесняться Господа Бога, особенно тогда, когда тебе ничего за это не угрожает. То есть тебя сейчас пока никто не зовет на мученичество, ты просто покажи, что ты веруешь, вспомни Господа. Есть время, в храм зайди, а в храм заходи, а не беги к лавке сразу покупать свечки, постой, собери мысли, утеши, прочитай Отче наш, прочитай Богородицу, помяни живых родных, помяни живых усопших родных, попроси Бога прощения грехов, попроси благословения на свои дела, потом, если есть время, подойди, купи свечку поставь, перекрестись и тихо выйди. Как-то так, с молитвой нужно в дом Божий заходить, не со свечками и не за свечками, а с молитвой и за молитвой. И все остальное прилагательное к этому существителю. Итак, проверьте. Крестик на шее должен быть, его вечером поцеловать можно, когда спать ложишься. И видя крест на храме, не стесняйтесь наложить на себя крестное знание. Нет ничего плохого. Что значит нет ничего плохого? Это есть все хорошее. Благодать Божия. Произнеси молитву. Любую. Свят, свят, свят Господь. Святый Божий, стой крепкий, стой бессмертный, помилуй нас. Или Господи Иисусе Христе, помилуй нас. Нужно эти простые вещи в жизнь вводить. Не стесняться креститься, например, перед едой. А даже если вы в ресторане или, например, в ресторане быстрого питания, на перекусе, на работе, а чего страшного? Ты купил там какой-то гамбургер, чизбургер, Господи, помилуй, да и ешь себе на здоровье. А кому не нравится, не смотри. Руки мыть надо? Надо. Вообще перекреститься нельзя. Надо эти все вещи, то есть это, конечно, надо делать не на показ. В этом не должно быть эпатажа и вызова, это должно быть естественно. Как птичка поет естественно, так сказать, не распиваясь, не тренируясь перед концертом, так сказать, горло не готовит. Она встала и поет. Так человек должен естественным образом Бога исповедовать. Ношение на себе крестного знамения, крестное знамение, наложенное на себя, призванное имя Господа в публичном месте, по необходимости, в нужное время, это все знаки свидетельства. Верой нельзя стесняться. Стесняться нужно грешить, грешить нужно стесняться и бояться. А добрые дела делать не надо, это такая милая вещь, когда человек естественным образом ведет себя по отношению к Богу моему. Пою Богу на донде же есть. Итак, проверьте, есть ли крест у вас на груди, и подумайте, осеняете ли вы себе крестным знаменем, проезжая в транспорте или проходя по улице мимо наших святилищ, которые нужно любить и почитать, как жилище Бога Живого. Вот об этом сегодня наш короткий сказ. С Богом на труды! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok